Приветствую вас, и по описанию получается так, что на мужа обещаться вам немного не стоит. Дело в том, что если вы с ним живете уже какое-то время, и имеете общее хозяйство, общую площадь, общее имущество и проблем как таковых у этого раньше не было, то в таком случае вам рекомендуется просто с ним поговорить. Спросить, почему он хочет, чтобы бизнес был на нем. Ведь получается как, вы будете действовать от его имени, и все успехи, все сливки будут идти ему как владельца бизнеса, но работать будете вы. И это напоминает как бы использование вас, мужчины, в своих целях. Ведь, по сути дел, мужчина перекладывает на вас ответственность за бизнес фактическую, но формальную ответственность он берет на себя. Это неравноправное положение, и вам необходимо не обещаться на мужчину, а спокойно, рассудительно с ним поговорить. Спросить, почему он так решил, почему он сознательно ущемляет ваши интересы, что его на это толкает, какие соображения, и выслушать его внимательно. Послушать, что он скажет. И если мужчина скажет вам, ну достаточно подробно объяснить свою позицию, то почему бы и не принять эту позицию, если она является достаточно объективной, достаточно адекватной, правильной и ненышленным смыслом. Уникните в нее, постарайтесь ее понять. И также мягко, рассудительно, без, значит, ссор, обид и так далее, мужчине укажите на то, что кажется вам неправильным, кажется вам ущемляющим ваше право, ваш интерес. Ведь вы имеете полное право требовать и хотеть, чтобы ваши интересы никак не были ущемлены. Если мужчина не приготовил для вас какую-то компенсацию, каких-то плюсов, и вы видите, что в бизнесе вам придется отдуматься за все, то вы просто-напросто имеете право отказаться от занятия этим самым бизнесом. Просто само-напросто не устраивает условия. И мужчина не имеет никакого права вас к этому применять. Влияет ли это на личные отношения, то есть на ваше взаимодействие? Нет. В одиночном случае нет. То есть если такой случай единичный, нет. Ведь мужчина сможет разделять, допустим, личное и деловое, профессиональное и интимное. Подобное разделение вполне нормально, оно обосновано. И если в основном у вас проблем никаких нет и лишь интересы сталкиваются только в бизнесе, то безусловно не нужно обещаться на мужчину. Но его поведение это тревожный звоночек. Это тревожный звоночек в отношении вас. Что мужчина ставит свои интересы превыше ваших. Он ставит ваши интересы ниже своих. И значит он с вами потому что имеет метод расчет. В какой степени, на сколько сильно он влияет этот самый расчет неизвестно, но он есть. И это значит, что вам нужно быть осторожным. Безусловно неприятно. Но если обижаться, то это, к сожалению, деструктивный путь, не приводящий ни к чему положительному, ни к какому единому решению, не решающий по своей сути ничего. Это путь деструктивный. А вы бы этого, я уверен, не хотели. Кроме того, если в остальном у вас все хорошо, то смешивать личное и профессиональное так же не стоит. Мало ли как и у мужчины взгляды на битву. Но если вы обидитесь, повлиять обиду может и на личные отношения. Отчего опять таки проиграют все. Поэтому здесь стоит поступить мудро и понять, почему мужчина решил так вам поступить. Почему он отвел определенную роль вам. Почему именно такую роль. И попросить у него объяснение. И получив эти объяснения, вы тогда уже сможете на них опираться. Если же мужчина объяснение давать вам не захочет, это значит, это таковое его желание. И опять таки это дает вам свободу деятельности с вашей стороны. То есть не нужно пытаться его переделывать. Не нужно пытаться его преубедить. Следите только за тем, чтобы ваши интересы не нарушались. И все. И тогда мужчине нечего будет вам предъявить. Ведь вы ему не учите его жизни. Нет. Не указываете ему как делать. Нет. А то, что вы решаете свой интерес, это ваше личное право. И у вас его никто не отнимет. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы возникли, обращайтесь в личку. Всегда помогу. Если мой ответ понравился, сделайте лучше. Пожалуйста, буду благодарен. Я желаю вам удачи и всего.